Здравствуйте, я Алексей Романов, это канал Ньюс Эйдер. Вот тут все активно обсуждают новый закон о санкциях в отношении России. Его подписал таки Дональд Трамп. Да, закон хороший, события значимы. Но мне кажется, что по-настоящему революционные изменения в отношениях между Америкой и Россией произошли на два дня раньше, когда сначала в Эстонии, а затем в Грузии побывал американский вице-президент Майк Пенс. Побывал, и результатом этого визита стало то, что военная мощь России отныне пригодна только для внутреннего употребления, для парадов. Как такое получилось и о чем таком, сказал Майк Пенс. Об этом в этом ролике. Внешне ничего революционного не было. Прилетел такой скромный парень и спокойным голосом произнес «Все меняется». В Таллине, в здании Генерального штаба, не в президентском дворце, а в Генеральном штабе, Майк Пенс заверил союзников, что Соединенные Штаты будут твердо придерживаться принципа совместной обороны. И присутствие здесь вооруженных сил США это доказывает. Ну а на следующий день уже в Тбилиси вице-президент окончательно расставил все по своим местам. Он назвал Грузию союзником, подтвердил необходимость вступления Грузии в НАТО и ответил на вопрос корреспондента Вашингтон-Пост. Вопрос был такой. Защитят ли США Грузию в случае нападения России? А ответ содержал следующие слова «Американский контингент ясно показывает, что мы верны нашим обязательствам». Контингент, Карл, в стране, у которой Россия военным путем оттяпала пятую часть территории, такими словами не бросаются. Пенс не мог не понимать, что его слова в Грузии будут восприняты как обещание воевать с Россией в случае ее нападения на Грузию. Он не мог этого не понимать. Понимал и тем не менее слова эти произнес. Контингент. Мне представляется, что это не просто дипломатическая вежливость, это нечто серьезное, это, возможно, даже смена стратегии в отношении России. Переход от политики умиротворения и точечных санкций к политике полномасштабного сдерживания, так как это делала Америка в отношении Советского Союза в годы Холодной войны. Тогда Соединенные Штаты смогли очень четко довести до Советского Союза, что любая попытка силового воздействия на дружественную Соединенным Штатом страну встретит такой же силовой ответ. Ну вот так и сейчас. Мне кажется, Пенс недвусмысленно заявил, ребята, это вам не 2008 год. Вот если на территории Грузии появятся самолеты, танки или солдаты российские, то им придется иметь дело с самолетами, танками и солдатами американскими. Ну а чтоб никто не сомневался, что Штаты отныне в подобных ситуациях не озабоченность выражать будут, а действовать будут. Вот чтоб ни у кого уже не было сомнений, славопенцы были подкреплены демонстрацией вот тех самых самолетов, танков и солдат. Незадолго до его прилета в Грузию, в Грузии начались совместные грузинско-натовские учения. Это были самые масштабные учения за историю независимой Грузии, а самое главное, самые демонстративные. Колонна натовской техники, в основном американской, прошла через всю Грузию, от Черноморского побережья до Тбилиси и неспешно прошла. С остановками в Кутаиси и в Хашуре. А это, между прочим, 15 километров от линии оккупации в Южной Осетии. Там, где российские войска, то есть натовские войска, неспешно так это подошли, демонстративно так это постояли в 15 километрах от российских войск. Посыл, я думаю, более чем понятный, более чем прозрачный. Однако остается вопрос, а кто даст гарантию, что это воинственная риторика вице-президента, это не только слова. Я думаю, что гарантию никто дать не может, но некоторые аргументы «за» привести можно. Ну вот смотрите, во-первых, Майк Пенс, он ястреб. Он еще во время предвыборной гонки много раз говорил о том, что агрессию России надо сдерживать. Провокации России нужно встретить силой США. Конец цитаты. И вот теперь у него наконец-то появляется возможность, как у вице-президента, такие свои позиции воплощать в жизни. Во-вторых, поворот от умиротворения к сдерживанию, он закономерен. Россия так давно нарушает все нормы международных отношений, и так далеко в этом отношении зашла, что терпение должно было рано или поздно лопнуть у Запада. И политика должна была измениться. Ну, например, после смены администрации США. Ну, правда, первые полгода администрация США потратила на бодания со своим Конгрессом. Но ничего, пусть через полгода, но и до России руки у Штатов все-таки дошли. Ну и, наконец, третья причина, которая, мне кажется, третий аргумент, который, мне кажется, подтверждает, что слова Пенсы – это не только слова. А это реакция самой России. Будь сказанная Пенсом только словами, российские власти их просто проигнорировали. Ну, сказала бы Захарова какую-нибудь очередную глупость, грубость и все. Но нет. Реакция России была бурной и началась заранее. Вот день военно-морского флота. Он ведь в России каждый год отмечается. Но вот такого пышного парада, знаете, с Путиным накатерем, с атомными подводными лодками, с новой военно-морской формой, такого, кажется, не было. Ну и плюс какой-то совершенно безумный пиар этого парада. Вот звезда пишет. Запад шокирован морской мощью России. Парад показал мощь российского флота. Ну, в переводе на обычный русский означает, да не боимся мы вашего вице-президента. У нас на каждого вашего вице-президента по 10 вице-адмиралов найдется. И Шойгу на боевом коне. Идем дальше. Практически день в день с натовскими учениями в Грузии Россия устроила собственные, самые масштабные за последние годы учения в Южной Осетии. И очень при этом намекала, что это не просто учения, а наш ответ на вызов Америки. Ну и, наконец, сам Путин намерен в ближайшие дни побывать в Абхазии. То есть на территорию, которую Грузия и США официально признают оккупированной Россией. Дата визита определена тоже не абы какая. 8 августа. Именно в этот день, 9 лет назад, Россия напала на Грузию. То есть намек здесь совершенно понятен. Грузии и Америки предлагают сильно не зарываться. А то, дескать, можем и повторить. В общем, если бы не верили в Кремле, что Америка намерена теперь отвечать на российскую агрессию военными мерами, то и вот все эти демонстрации такого рода, они бы не потребовались. Но демонстрации эти были и парад, и визит Путина, и учения в Южной Осетии. А значит, верят в Кремле американским обещаниям не спускать возможную агрессию впредь. А точнее, твердо знают, видимо, до них и по другим каналам довели, что отныне любая попытка повоевать в сопредельных государствах будет означать, что Россия немедленно получит по рукам. По-серьезному, по-настоящему военной силой получит. Ну, если я не ошибаюсь в своем анализе, то произошедшее можно считать хорошей новостью. Самая мощная демократия в мире, наконец-то, заняла четкую позицию в отношении самого развязанного авторитарного режима. Давно пора. Наверное, многим в России такое поведение США, и моя радость по этому поводу, покажется чем-то не очень хорошим, а скорее даже враждебным. Но знаете, когда едешь по главной магистрали Грузии, и понимаешь, что в 400 метрах от тебя находится территория оккупированная Россия, вот там могут оказаться в любой момент российские войска, или когда приезжаешь в горе, и тебе показывают дома, которые были разрушены в 2008 году российскими снарядами, начинаешь на эти вещи смотреть иначе. Знаете, с агрессором нельзя договариваться. Агрессора надо останавливать. Это не враждебность, это не русофобия, это инстинкт самосохранения, который, как я надеюсь, наконец-то перестал давать сбой. Ну вот, новость, которую сегодня хотел рассказать. Я Алексей Романов, будут другие новости на канале Ньюс Эйдер. Чтобы не пропустить, подписывайтесь. Счастливого видя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова